МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Вы с американскими коллегами своими согласны? Ваша медицинская практика подтверждает эти исследования? Бессловно, это очень важные результаты, достаточно знаковые, можно так сказать. Конечно, наше внимание и внимание наших коллег пристально уделяется вопросу заболеваемости с сахарным диабетом у детей в вот этот вот пандемийный период, потому что некоторые данные указывают на то, что коронавирусная инфекция может посредством ряда механизмов приводить к развитию сахарного диабета. И практически с самого начала пандемии ученые, медицинское сообщество анализируют заболеваемость с сахарным диабетом у детей. И те данные, которые есть на сегодняшний день, все-таки в целом, несмотря на то, что указывают на рост заболеваемости с сахарным диабетом первого типа, все-таки не подтверждают, что этот рост заболеваемости превышает такие уже устоявшиеся ежегодные тренды. К сожалению, в последние годы заболеваемость с диабетом первого типа непрерывно растет. Это касается абсолютно всех стран. Мы видим увеличение случаев сахарного диабета первого типа у детей постоянно. Но что касается вот этого пандемийного периода, то в целом рост заболеваемости не превышал таких вот ежегодного прироста. Но здесь, конечно, важно понимать, что тот период наблюдения, который мы сейчас имеем возможность анализировать, он все-таки не столь продолжительный. Поэтому, конечно, такие вот постковидные, может быть, более отсроченные явления, в том числе повышенный риск сахарного диабета, могут пока для нас быть неочевидными. Поэтому, конечно, такой вот анализ, наблюдение за детьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и не только в отношении, допустим, диабета первого типа, являются очень важным для того, чтобы, во-первых, проанализировать механизмы, изучить механизмы, которые могут приводить к этому заболеванию. Ну и, конечно же, для того, чтобы все-таки разрабатывать и подчеркивать важность стратегии для профилактики коронавирусной инфекции, для снижения заболеваемости этой вирусной инфекции. Ну, в рамках исследования, о котором мы сейчас говорим, были изучены медицинские карты более 800 тысяч юных пациентов, которые переболели коронавирусом. Сахарный диабет после ковида диагностировался в 316 случаях на каждые 100 тысяч пациентов. Среди тех, кто не болел коронавирусом, в 118 случаях тоже на 100 тысяч пациентов. С точки зрения специалиста, насколько убедительны такие данные статистические? Безусловно, это, как я уже говорил, это важные результаты, на которые мы должны обращать внимание, которые мы должны принимать во внимание. Стоит отметить, что все-таки сам по себе анализ проводился на основании регистров, которые не фиксируют всю информацию, да. В частности, все-таки были определенные ограничения при анализе того, каким диабетом заболевал ребенок. То есть, этой информации не было, была информация просто о том, что ребенок заболевал диабетом. В действительности это может быть важно, потому что основная форма диабета у детей – это сахарный диабет первого типа. Кроме того, все-таки, нисколько не принижая важность результатов, следует отметить, что исследователи не имели возможности проанализировать влияние на заболеваемость диабета, влияние других факторов, учесть влияние этих факторов, этнических факторов, социоэкономических факторов. А мы знаем, что, в общем-то, эти показатели также могут иметь довольно существенную роль. Поэтому, все-таки, на мой взгляд, нисколько не снижая важности самой проблемы с сахарного диабета, коронавирусной инфекцией, взаимосвязи этих заболеваний, все-таки к результатам этого исследования, на мой взгляд, нужно относиться с определенной осторожностью. И я думаю, что последующие эту работу нужно продолжать. Нужно, конечно же, наблюдать за этими состояниями и их взаимосвязи. И дальнейшие наблюдения могут позволить говорить более определенно и о влиянии коронавирусной инфекции на сахарный диабет у детей, и, конечно же, о механизмах. Потому что, неусловно, понимание механизмов формирования диабета первого типа у детей позволит разрабатывать какие-то методы и профилактики, и методы лечения этого заболевания. Но каким образом ковид повышает риск заболевания с сахарным диабетом? Ну, на сегодняшний день предложено несколько вероятных механизмов, которые могут приводить к развитию сахарного диабета впоследствии коронавирусной инфекции. Пока нет, в общем-то, однозначных доказательств, подтверждающих, что эти механизмы могут действительно работать, действительно иметь место. Поэтому все исследования в этом направлении, они продолжаются. Наш центр очень активно в этой сфере работает и наблюдает детей с сахарным диабетом после, в общем-то, коронавирусной инфекции, анализирует, так сказать, заболеваемость в этот период, сопоставляет с предыдущими периодами. И, конечно, это очень важно, да, потому что на сегодняшний день однозначных механизмов, в принципе, развития сахарного диабета первого типа у детей не определено. Поэтому любые новые данные, особенно с учетом такой большой распространенности и существенного влияния пандемии коронавирусной инфекции, для нас является очень важным, и мы стараемся всячески, так сказать, контролировать ситуацию. Но если все-таки этот механизм работает и на детях, то он должен работать и на взрослых, правильно? Безусловно, безусловно, это так. И что касается взрослых людей, то с учетом того, что у взрослых сахарный диабет является гораздо более распространенным заболеванием, то в этом отношении все-таки существует больше данных, указывающих на то, что в постковидный период у взрослых людей чаще встречаются различные эндокринопатии, то есть поражение эндокринных органов систем, в том числе сахарный диабет. Но основной особенностью взрослого сахарного диабета все-таки является тот факт, что во взрослом возрасте чаще встречается основная форма сахарного диабета. Это сахарный диабет второго типа, который сам по себе, по механизму возникновения все-таки носит несколько иную природу. И, конечно, в этом отношении те наблюдения, те данные, которые относятся непосредственно к детям, к подросткам, представляют из себя особый интерес. Ну, кроме коронавируса, какие еще другие инфекционные заболевания повышают риски развития сахарного диабета? Ну, на сегодняшний день, как я сказал, однозначных механизмов, однозначных факторов, которые вызывают, приводят к формированию сахарного диабета первого типа у детей, не установлено. Тем не менее, есть определенные данные, которые указывают на то, что, в частности, некоторые вирусные инфекции, такие как энтеровирусная инфекция, коксаки вирус, могут быть связаны с развитием сахарного диабета первого типа, потому что признаки этой инфекции довольно-таки часто находятся у людей, которые недавно заболели сахарным диабетом первого типа. Также ротовирусная инфекция вполне возможно могут принимать участие, так сказать, как один из механизмов, как один из факторов в целой совокупности, которые могут способствовать развитию сахарного диабета первого типа. Но еще раз хотелось бы подчеркнуть, что все-таки сахарный диабет первого типа у детей – это достаточно сложное по механизму развития заболеваний, которое включает в себя целую совокупность факторов, да, в числе которых в том числе могут быть и другие вирусные инфекции. И в действительности есть данные, которые указывают на то, что включение, да, в календарь вакцинации ряда прививок от вирусных заболеваний снижает заболеваемость с сахарным диабетом первого типа. То есть, конечно, это однозначным образом не указывает на то, что вот эти вирусы, да, приводят к диабету первого типа, но показывает, что они, в общем-то, в какой-то и в той или иной степени могут принимать участие. И сейчас ученые в том числе работают над тем, чтобы с учетом новых данных, с учетом данных о том, что новые вирусы могут быть связаны с развитием с сахарным диабетом первого типа, работают на создании опять же таких вот новых вакцин, которые создаются для того, чтобы снизить заболеваемость с сахарным диабетом первого типа у детей. Спасибо. С нами на связи был Дмитрий Лаптев, доктор медицинских наук, заведующий детским отделением сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.